Реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и развитие предпринимательской инициативы на территории Ненецкого округа обсудили в ходе Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. С большим докладом на эту тему выступила главный финансист региона Татьяна Лагвиненко. Подробности расскажем в следующем сюжете. Большой совет представителей органов власти с бизнес-сообществом начался с доклада Татьяны Лагвиненко. Главный финансист региона рассказал о целях национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Одна из них – увеличение численности граждан, занятых в сфере бизнеса. Так, в Ненецком округе к 2025 году их число должно превышать 5000 человек. В ходе доклада руководитель профильного ведомства озвучила существующие на сегодня меры поддержки. В настоящее время на территории региона уже реализованы следующие меры. Прежде всего, это финансовые меры поддержки, реализуются у нас меры прямой финансовой поддержки, это субсидии и гранты. Предусмотрена поддержка крупных предпринимательских инициатив в виде гранта губернатора Ненецкого автономного округа. В 2019 году введены субсидии на возмещение затрат по аренде для социальных предпринимателей и на проведение мероприятий по внедрению энергоэффективных технологий. Выслушав доклад, глава региона отметил, что не все меры существующей поддержки на сегодняшний день работают должным образом. В частности, Александр Цибульский поставил под сомнение эффективность стартапов для начинающих бизнесменов. Большое количество грантополучателей закрываются через 2-3 года. Вместе с тем губернатор предложил увязать государственную поддержку с размером зарплаты сотрудников, работающих у предпринимателя. У нас есть проблема трудоустройства наших жителей. В чем проблема наших жителей, нам говорят предприниматели. Дорогая рабочая сила. Дорогая, согласны. Для нас с вами дорогая рабочая сила – повышенная ставка НДФЛ и возвращающийся в бюджет. Давайте стимулировать их, брать рабочих на работу местных и ставить им высокую зарплату. И к этому привязывать льготу. Еще одно важное направление, в котором следует усилить работу – оказание поддержки в части реализации производимого товара. В первую очередь это касается представителей малого и среднего бизнеса на селе. Нам надо же село, нам надо его развивать. Почему село говорит, что сегодня он не может? Ну, понятно, оторванность даже от Ренмара не дает возможности, ничего там нет. Давайте посмотрим, мы там по каким-то сельхозникам приняли, давайте по предпринимателям примем. Если он что-то готов производить и поставлять на Ренмар, давайте ему дадим эту субсидию транспортную. В ходе координационного совета высказались и предприниматели. Кроме того, в ходе встречи был проведен опрос. Представители бизнеса, общество высказали свое мнение о том, какие бы меры поддержки они хотели видеть. В основном, конечно, вопрос был по проблемам предпринимателей. Это земля. Наверное, следующий курс совет у нас будет посвящен этой проблеме, потому что для того, чтобы развивать бизнес, предпринимателям необходимы, прежде всего, земельные участки. А потом уже помощь, так сказать, из бюджета. Ну и впервые, наверное, мы услышали от предпринимателей, что они просят поработать над имиджем предпринимателя, что мы должны популяризировать и действительно говорить о престижности занятий предпринимательской деятельности. Наверное, это болит, и мы на это обратим внимание. Пакет предложений по разработке эффективных мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства профильные органы власти совместно с бизнес-сообществом должны представить губернатору не позднее, чем через месяц.